И даже не пытайтесь это повторить. В армию этим ребятам еще рано, возраст не позволяет, но каждый из них готовый боец. Не зря клуб называется «Гроза». Елисей Семко демонстрирует все, что осталось от грелки. Строевая подготовка, тактика, обращение с оружием. Всем этим премудростям ребята научились в военно-патриотическом центре, который был организован на базе школы номер 136. В этом году трое курсантов «Грозы» были удостоены высокой чести. Они получили приглашение в Москву на всероссийский слет юнармии. Таким образом, стали первыми в Пермском крае юнармейцами. Где-то за неделю до выезда нам присылают форму, где красные береты, белые штаны, белые берцы. Это яркие образцы такой свежей формы как раз для ребят. То есть юнармия, юная армия. Это, как сказал Шойгу, не важно, что кто-то пойдет из нас в вооруженные силы, в МВД или в какую-то другую структуру. Это ребята, для которых мы должны создать восприятие Родины. Мы должны вырастить патриотов в своей будущей стране. Юнармия была создана по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Она объединяет все организации, участвующие в допризывной подготовке детей и молодежи. Идею поддержали юные патриоты из 85 регионов. Вот так посвящение в юнармейце проходит в Ярославле. А это Волгоград. Заветную форму и значки получили 50 школьников. В Перми также состоялся свой слет. В школе номер 136. Юнармия дает возможность любому ученику школы, любому ребенку приобщиться к этому движению, одеть ту же форму. То есть даже ребенок-инвалид может носить эту форму и быть активным участником всего нашего движения российского. Решительность, верность, смелость, надежда. Для учеников школы номер 55 это не просто слова, а руководство к действию. Недаром именно так расшифровывается название школьного клуба. Учитель ОБЖ Галина Алексеева воспитала не одно поколение юных патриотов. Ребята умеют и автомат собрать, и первую помощь оказать. В ближайшее время они также станут юнормейцами. Одни мальчики такие, типа, привет. И ты такая просто сидишь как левая. А потом они тебя научили разбирать автомат, и ты уже чувствуешь силу вот этого. И потом я быстро-быстро все вот это вот влилась в коллектив. В будущем я хочу поступать в МЧС, и это мне все пригодится. И мне здесь очень-очень нравится. Для того, чтобы стать юнормейцем, спецподготовка не требуется. В свободное от учебы время ребятах будут приводить в порядок мемориалы, помогать ветеранам и нести вахту памяти у Вечного огня. Анастасия Петухова, Владислав Рашидов, Иван Ворончихин, телекомпания «Ветта».